Водители вновь предупреждают быть предельно внимательными на дорогах, непогода в крае сохраняется. Ряды народных мастеров края пополнились и награждение лучших прошло в день народного единства. На свободу отпустят весной, зиму отбившиеся от стаи пеликаны проведут в Барнаульском питомнике. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Гололеты и обильные снегопады стали причиной массовых аварий на дорогах. По сообщению Краевого ГИБДД только за минувшие сутки на территории региона произошло свыше 50 ДТП. Травмы получили 8 человек. В социальных сетях автолюбители делятся видеодорожно-транспортных происшествий. Одно из них произошло с участием общественного транспорта. На участке трассы Барнаул-Павловск водитель рейсового автобуса из-за гололеда не справился с управлением. Машину вынесло с дороги в кювет. Аналогичный случай произошел на трассе Барнаул-Горно-Алтайск в районе Косихи. Между тем, как нам сообщили в ГИБДД Края, на борьбу со снегом направлено свыше 400 единиц уборочной техники. В Краевой столице за сутки произошло порядка 8 аварий. Пострадавших нет. МЧС региона призывает автомобилистов соблюдать дистанцию, скоростной режим, а пешеходам рекомендуют держаться подальше от зданий незакрепленных конструкций. Отопление и горячую воду дали всем. Такую информацию нам сегодня сообщили в пресс-службе сибирской генерирующей компании. Накануне 80 домов в Краевой столице из-за порыва на теплосети на несколько часов были лишены благ цивилизации. Вечером и ночью в районе улиц Георгия Исакова и Островского шли ремонтные работы. Было задействовано 26 человек и 16 единиц техники. У кого-то по-прежнему батареи остаются холодными, но это лишь потому заверили нас в пресс-службе СГК, что после запуска отопления прошло совсем мало времени. Стали известны имена народных мастеров Алтайского края. Свидетельства о присуждении почетного звания ремесленникам вручили в торжественной обстановке в День народного единства. Подробнее в нашем сюжете. Светлана Булатова отныне народный мастер Алтайского края. К этому званию женщина шла более 60 лет. Рассказывает, когда ей было 10, украла у мамы отрез дефицитного тогда сица. Серьезно жила скутным шитьем, барнаульская рукодельница занимается 20 лет. Я поняла, что это призвание мое. Я сюда вкладываю душу, сердце, любовь свою, любовь к окружающему миру, к Алтайскому краю. Ряды народных мастеров Алтайского края пополняются ежегодно. В этот раз на суд экспертов свои работы представили 14 ремесленников из городов и районов края. Лишь трое из них были удостоены звания. Евгений Покедаев из Белокурихи – один из самых молодых мастеров. Он занимается гончарным делом, возрождая народные традиции. А вот это очень интересный, как думаете, для чего его использовали, такой сосуд? Это такой древний ланчбокс, это второе. Да, совершенно верно, да. Сосуд называется «Близнято», и в нем носили в поле рабочим ядом. Здесь действительно можно было первое, второе положить. Вновь избранные мастера получили в подарок по 50 тысяч рублей. Кстати, звание дает возможность за счет краевого бюджета участвовать в крупных, в том числе международных выставках и проектах. В День народного единства власти региона подготовили еще один дорогостоящий подарок. 12 новых автомобилей получили учреждения культуры. Из бюджета было выделено 20 миллионов рублей. По словам губернатора, у творческих коллективов теперь будет больше возможности для выездных концертов и гастролей. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. 6 редких краснокнижных кудрявых пеликанов, которые не смогли улететь на юг и остались в Алтайском крае, спасены и находятся в Барнауле. Об этом нам сообщил орнитолог Алексей Эбель. Полторы недели назад около 10 особей были обнаружены в окрестностях Алейска. Отловить удалось только шестерых. По мнению специалистов, по пути на зимовку из-за ураганного ветра пеликаны отбились от стаи и были вынуждены остаться на одном из водоемов. Поскольку теплолюбивые птицы не смогли бы пережить холода, волонтеры и специалисты регионального Минприроды при участии местных жителей отловили шесть особей и доставили их в Барнаул. Здесь в частном птичьем питомнике пернатые переждут зиму, а весной орнитологи намерены выпустить их на свободу. Подробнее о том, как сейчас себя чувствуют спасенные пеликаны, смотрите в ближайшем выпуске. Более тысячи человек со всего края сегодня соберутся на слет студенческих отрядов, где подведут итоги третьего трудового семестра. Среди участников мероприятия бойцы студотрядов, ветераны движения, руководители учебных заведений, общественники и представители власти. По традиции бойцы выберут лучший строительный и педагогический отряд и лучший отряд проводников 2018 года. Впервые в этом году будут награждать победителей отряда сервисного направления. Студенты выступят также с лучшими творческими номерами. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. Местами пасмурно ожидается снег. До плюс одного градуса днем прогнозируют в Бийске и Рубцовске. Три градуса выше ноля в Белокурихе и Кулунде. В Барнауле ночью до минус трех днем. До плюс трех пройдет снег. Ветер юго-западный умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин